В Северском районе состоялась Праймерис. Это предварительное голосование по отбору кандидатов депутатов Советов городских и сельских поселений от партии «Единая Россия», а также на должность глав Афибского и Азовского поселений. Цель процедуры – определить будущих кандидатов на выборах, которые состоятся в сентябре этого года. Предварительное голосование пришло в Россию из США, где этот механизм используется с середины XIX века. «Единая Россия» – единственная партия, которую проводит праймерис в нашей стране. Процедура осуществлялась и ранее, но она была закрытой и внутрипартийной. Начиная с 2016 года по всей стране «Единая Россия» проводит открытые праймерис, то есть кандидатов, которые пойдут на выборы, определяют население, а не только члены партии. В предварительных выборах депутатов Советов и глав поселений приняли участие 620 кандидатов. Я, как член партии «Единая Россия», приняла участие в праймерисе в предварительном голосовании, ознакомилась с кандидатами для выдвижения в дальнейшем на выборы депутатов Совета Северского поселения. В дальнейшем приму участие в выборах осени. Посещать такие и подобные мероприятия, я думаю, жители должны, чтобы знать, кто у нас баллотируется, знать вообще политическую ситуацию в районе и принимать в ней участие. Люди положительно отреагировали на проведение дайного праймериса. Проходят люди, выявляют свою активность, проявляют, получают бюллетии, тем самым подразумевают тех кандидатов, которых бы они желали видеть в числе депутатов. Явка на предварительных выборах составила свыше 24% от общего числа избирателей. Как отмечают специалисты, это хороший результат. Напомним, что кандидаты, набравшие максимальное количество голосов, примут участие в выборах, которые состоятся в сентябре этого года. Руслан Улов, Владимир Галузский, Павел Фисатиди, телерадиокомпания «Атаман». Сделать свой выбор должен ты сам. Избирательное право – одна из главных ценностей любого гражданина и знать о ней, безусловно, должен каждый. В администрации Северского района прошел первый форум молодых и будущих организаторов выборов Северского района. Команды школьников и студентов из образовательных учреждений соревновались в знании законов, касающихся выборов и избирательного права в России, отвечая на вопросы викторины. Правильность ответов оценивала компетентная жюри под руководством председателя территориальной избирательной комиссии Северского района Владимира Захарченко. После теории участники форума перешли к практике. В рамках творческого конкурса команды соревновались в оригинальности и креативе. В стихах и песнях участники рассказали о том, как важно сделать свой выбор и внести вклад в общее дело управления страной. Голосуем в первый раз! Это круто! Это класс! Поверь в себя! Поверь в мечту! Россия ждет твой шаг вперед! Ходи на выборы всегда и станет лучше жизнь твоя! Молодежь на выборы! И послали мать, матушку! Проголосуем за наше будущее! Заключительным этапом состязаний стали дебаты. Капитаны команд поделились с участниками и членами жюри своим видением того, как повысить уровень доверия к выборам. Завершился форум награждением победителей и призеров. Подобный форум проходит в муниципалитете впервые, однако уже сейчас становится очевидно, что такая площадка, где активная молодежь может больше узнать о своих правах и поделиться мнениями, принесет свои плоды. Азбуки Веди. 24 мая в Летнем кинотеатре Станицы Северской отметили День славянской письменности и культуры, посвященный двум великим монахам-просветителям Кириллу и Мефодию, благодаря которым славянские народы обрели свою азбуку. Ученые считают, что славянская письменность была создана в IX веке. Новый алфавит получил название «Кириллица» по имени одного из братьев Константина, который, приняв монашество, стал Кириллом, а помогал ему старший брат Мефодий. Эти два человека заложили для нас основу того, чем мы теперь гордимся, чем мы теперь одинаковые. Ведь мы теперь все, все славянские народы мыслим одинаково, понимаем друг друга. А почему? Потому что Кирилл и Мефодий присоединили нас к великому источнику византийской культуры, византийской веры. К пониманию тому, как устроен мир, зачем живет человек, чем живет человек и куда мы все идем. День памяти святых Кирилла и Мефодия, как день славянской письменности и культуры, начали праздновать в Болгарии еще в XIX веке. А затем эта традиция перешла и в другие страны – Россию, Украину, Белоруссию, Молдову. Не будет преувеличением сказать, что благодаря просветительству братьев Кирилла и Мефодия, славянская и в частности русская речь стала частью мировой культуры. Решим задачу. Цифровое эфирное телевидение в стандарте DVB-T2 дает 20 телеканалов в потрясающем качестве бесплатно. Спрашивается, как это получить. Решаем первым способом. Берем новый телевизор с поддержкой DVB-T2 плюс комнатная или внешняя дециметровая антенна. Решаем вторым способом. Берем старый телевизор плюс антенна плюс приставка DVB-T2. Правильный ответ. Цифровое эфирное телевидение – сигнал к лучшему. Двойное счастье. По таким девизам состоялся парад близнецов в Ялте. Дети с родителями торжественно прошлись по набережной вдоль Ялтинского залива. Живется очень хорошо. Мы никогда не скучаем. Все делаем вместе. Ложимся спать вместе. Делаем уроки. Все делаем вместе. В празднике участвуют близнецы и двойняшки возрастом от года до 10 лет. Всего 50 пар. Есть и гости из Краснодара и Владивостока. Уже второй год здесь проводят такое событие. Почему не собраться, не прийти, посмотреть и поучаствовать? После парада главных виновников праздника порадовали концертом, конкурсами и фотосессиями. Раступень отмечается. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»